В общем, мы имеем то, что имеем. И я здесь хотел вернуться к тезису, которую уже высказал и Владимир Васильевич, и которую я высказал в своих постах ВКонтакте и в Телеграме о том, что да, сейчас эту проблему легче всего и проще всего решить, если наш Верховный Главнокомандующий возьмет на себя ответственность за проведение специальной военной операции, за военные действия, станет во главе действующей армии, начнет выполнять свои прямые обязанности во время войны. И тогда конфликт Вагнера Пригожина с Шойгу, он бы потерял... Там еще есть такой персонаж, как Кадыров еще вообще. Кадыров, это отдельная тема. И, короче, в последнее время он вместо себя выпустил моего старого знакомого Аптела Лаудинова. Но я его с Чечнем и работал с ним. То есть он тогда был старшим лейтенантом полиции, а я был целым подполковником ФСБ. Ну вот, вместо времена меняются, то есть... Вот. Но он ничего, он такой был боевой тогда, да, в Грозном. Годика-два с ним работал. Очень, очень боевой был мужик. Тут нельзя ничего сказать про него тогда, ничего. А с тех пор я с ним практически не общался. Вот. И... Так как его особо не слышно-то самого Рамзана Ахматовича. Вот. А Пригожин-то активен. Так перед главнокомандующим они были бы равны, потому что что один? Ну да, один министр обороны, другой, да, руководитель квази-военной структуры, да, то есть, ну, военной по сути. Тоже маленькой армии. Но они бы оба подчинялись главкому, и это было бы нормально. И конфликт бы сам собой был бы замят. Поскольку так или иначе. Ну так же, как, условно говоря, есть же у нас Росгвардия, она тоже отдельная структура, она тоже выполняет боевые задачи. В конце концов, были у нас партизанские отряды, и был штаб партизанского движения, которые выполняли очень специфические задачи. В тылу врага, кстати, не только в тылу врага. Поэтому, ну, было бы, да, не очень довольно уродливая система, но, по крайней мере, работоспособная. В ситуации же, которая сложилась сейчас, вот я почему сказал, что да, по идее, вы абсолютно правы. И более того, совершенно прав Шойгу, как, что ему не нравится ситуация, когда он, формально руководя операцией, он имеет какие-то непонятные подразделения, которые ему то ли подчиняются, то ли не очень. Естественно, что он стремится всех уединеначалить, и это нормальное явление. Вопрос в том, кто он сам, и кто его начальник генерального штаба. Потому что они уже показали свою «эффективность» в кавычках настолько, что им вообще сложно доверять не то, что там один вагнер, и мы, я не знаю, что им можно доверить этим людям. Биатлон танковый. Ну да, в лучшем случае танковый биатлон, и штурм фанерного рейхстага, который столь блистательно, был проведен под руководством Сергея Кужугетовича в свое время, в парке «Патриот». Вот это да, это согласен. Моссовик-затейник из него, видимо, замечательный. Человек потерял себя. Своё предназначение упустил. Ну, ещё он по дереву, говорят, хорошо режет. Вот. Очень много времени у него на это уходит. Ну, факт остаётся фактом. Действительно, палка о двух концах. Если сейчас вагнер будет расформирован в том виде, в каком он существует, то, возможно, мы потеряем 12 отрядов хорошей пехоты, плюс хорошей артиллерийской поддержки, плюс у них свои даже авиационные подразделения, как выяснилось, и штурмовая авиация. Для меня это будет каким-то недоразумением. ЧВК «Вагнер» летает на самолётах. На штурмовиках, заметьте. На 125-х. На 24-м. На 24-м. Нет, но факт заключается в том, что эти, это войско, но в значительной степени мы рискуем, что оно потеряет боеспособность, если оно перейдёт под Амафор, президентами, министра обороны. Естественно, он назначит туда своих людей, которые, опять же, проявили свою эффективность. Ну, мы видим, какие кадры у нас в Министерстве обороны, и как хорошо они командуют. Подчеркну, не я сейчас, не Владимир Васильевич, ничего не знаем. Мы вот тут совещались по поводу генерала Теплинского, который единственный, на самом деле, из крупных генералов, о котором я, например, слышал только положительные отзывы со стороны людей, которым стоит доверять. Ну, я и по крайней мере, которым доверяю. Военных людей, действующих военных людей. Думаю, у Вадима Васильевича такая же картина. Такая же. Но ничего, никакой информации о том, что он якобы отстранён, или о том, что он выступил в защиту Вагнера, то я полагаю, что это слухи. Ну, в любом случае, у нас такой информации нет. Есть данные только об отпуске его, да? Две недели отпуск. Ну, я о том, там сам не с Вагнером, там было, речь шла о том, что об этом говорили ещё некоторые командиры бригад и дивизии ВДВ, всё-таки я из этого, не клана, конечно, но из этого лагеря, скажем так. Он защищал, защищал именно личный состав от необдуманных бросков на противника. То есть, когда вы ВДВшники, вы даже десантники, ВДВшники, не красиво, говорить, мол, идите, вы же крутые, идите и воюйте. И им сказано было, вы обеспечите нас соответствующим образом артиллерийской поддержкой, авиационной, прежде всего, и рэп соответствующий, потому что у ВДВ, собственно, у самих ВДВ ничего этого толком нет. В.Вадим Васильевич, ну, должен вообще присутствовать хоть какой-то замысел. Командиры должны понимать свой манёвр. А когда манёвр, это проявляете активность, то есть гоняете людей в атаке, неважно для чего, но это, простите, это просто убийство людей. В.ВДВ отказался от этого. Поэтому же одного сняли, именно потому и сняли предыдущего. В.Вадим Васильевич, там нет, там была другая картина, там как раз вот этот человек гонял людей на убой. В.Вадим Васильевич, так я про это говорю, что да, вот. А этот не хочет, я имею в виду, Теплинский, правильно делает? Мы не будем пока. В.Вадим Васильевич, да, не будем пока это трогать, но вот единственное, если этого человека действительно снимут, то, пожалуй, вот мы лишимся единственного генерала, командующего группировки, который имеет высокий авторитет в войсках, по-настоящему высокий авторитет в войсках и заслуженный авторитет. У других, может быть, есть другие генералы, просто, но о них мы не знаем. А об этом человеке мы знаем, потому что вот так вот сумелся заслужить себе имя. Ну, у него оно и так было. Как известно, он оборонял вокзал в Грозном во время первой кампании со своим взводом и продержался до деблокирования его, не сдался, до последнего сражался с боевиками, удержал вокзал тогда, за что стал героем России. Заметьте, не за Сирию там какую-то, а за реальный подвиг во главе маленькой кучки солдат-срочников. Стал героем России. Не за гоняние, не за руководство уничтожением тапочников с воздуха из безопасных высот. Ну, ладно, это все, можно ехидствовать на эту тему. В общем, вот такая картина. Мы полагаем, что в первую очередь Герасимов назначен для произведения ордштатных изменений, для уединоначаливания войска, и ожидаем сейчас, какое решение примет Вадим Владимирович в итоге. Потому что или он даст сожрать Вагнер и Пригожина, лишить его рычагов, отодвинуть от всякого руководства операций, или, то есть, даст, это будет очень серьезное аппаратное усиление Шойгу, или он, допустим, наоборот, защитит Вагнер, и Шойгу получит щелчок по своему субеде и богатурскому носу. А мне представляют, что здесь не только еще Путин, Игорь Иванович. Не, ну, конечно. За Шойгу, то есть, за Шойгу, за Вагнером стоит даже не путинская защита. Я думаю, там стоит та, скажу, предкорректно, все-таки либеральная башня в Кремле, которая не хочет, чтобы все-таки у Путина каким бы ни был Шойгу, да, вот, или Герасим, но это все-таки вооруженные силы. А башня хочет иметь свои. Я думаю, что вот это вот, мы, я пытался сейчас немножко эту тему соединить, я почему-то, мне кажется, что можно соединять Вагнер и Кадыровца. Потому что эта сила, она, казалось бы, да, пропутинский, да, этот наш, этот Равзан, вообще там пехота Путина заявляет себя. За ними стоят всеотечеополитические силы. И мне представляется, что за Вагнером и другими формированиями вооруженными, которые находятся вне вооруженных сил, стоит какая-то определенная башня Кремля. Нет, ну это само собой. Все готовятся к жизни после Путина, и все стремятся, как говорится, усилить свои позиции, пока это и возможно. Кто-то говорит о Ковальчуках. Это все, опять же, люди из окружения Путина. Что за одними, что за другими стоят те группировки, которые сложились при Владимире Владимировиче, которые спаялись с совместным разграблением России, и которые есть что терять после того, как ситуация, скажем так, станет неустойчивой. Все они собираются бороться за свое и при случае откусить чужое. Да, вооруженных группировок у нас не так много. Официальных у нас две крупные. То есть это вооруженные силы самые мощные. Тем более в ходе войны они еще резко увеличились, возросли во всех отношениях. Есть еще Росгвардия, достаточно сильная структура, и все. ФСБ сколько-нибудь серьезными вооруженными силами, способными вести боевые действия, не обладает от слов совсем. Да и Росгвардия тоже сейчас не та пошла, чтобы были внутренние войска. Да, не та, но ее, по крайней мере, много. Относительно много. Хоть какую-то силу она представляет. Ну, видимо, соответственно, люди, которые очень хотят иметь свое войско, не имеют выходов, не блокируются ни Шойгу, ни Золотовым. Да, вот, это их проект. И уверен. То есть, ну, здесь уже звучали слова, не знаю, видели вы, не видели, по поводу того, что мы сейчас болеем той же болезнью, что болела армия Керенского с февраля по октябрь 2017 года. Когда вместо одной большой армии, ну, там были привилегированы корпус гвардии, еще там что-то, но, тем не менее, появилось огромный конгломерат разных ударных батальонов, штурмовых, гренадирских рот, а сама армия стремительно теряла боеспособность, там, батальоны смерти, женские батальоны. Ну, после приказа номер 1 Петроградского этого совета, там все начало. Ну, так или иначе, получилось, образовалось, что ударные силы все стянулись в немногочисленные элитные части, они же потом эти части, собственно, с одной стороны Красная Гвардия, с другой стороны те же самые ударники, корниловцы, они стали ядрами будущей гражданской войны. Ну, в общем, это болезнь на лицо. То есть поэтому, по этой категории, мы уже находимся как бы на каком-то этапе 17-го года. И кто-то совсем молодой и юный октябрь впереди. Ну, эх, не хотелось бы. Это будет кошмар. Мы, шановні глядачі, вистояли и обовязково переможемо. Бо разом мы сила. Підпишіться на канал, ставьте вподобайку, пишите свой коментар та поширюйте цю информацию.